В регионе близится к завершению уборочная кампания. Несмотря на пандемию, саратовские аграрии продолжали работать. Только зерна намолотили 5 миллионов тонн. Подробнее об уборочной кампании поговорим с министром сельского хозяйства области Романом Ковальским. Роман Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Роман Станиславович, близится к завершению уборочной кампании. Расскажите о цифрах подробнее и сколько еще осталось работы у аграриев. Вы абсолютно правы. Близится к завершению уборочной кампании 2020 года. На данный момент, несмотря на непростые погодные условия, которые сложились в этом году, в июне мы наблюдали опасные агрометеорологические явления, такие как град, ливни. И уже в июле месяце сменилось это все у нас на почвенную и атмосферную засуху, что действительно не могло не сказаться на урожайных сельхозкультур. Но тем не менее, благодаря профессионализму наших аграриев, применению современных технологий, мы достигли высоких результатов. Как вы отметили, валовый сбор зерновых, зерновых культур на данный момент мы уже перевалили за 5 миллионов тонн. И видим перед собой горизонт, это где-то порядка 5 миллионов 200, 5 миллионов 300. То есть, действительно, это серьезный урожай. На данный момент уборка близится к концу по зерновым, убрано 95% посевных площадей. Сейчас, в частности, ведется уборка поздних культур, таких как кукуруза, уже убрана на площади 30%, на 30% площади убрана у нас на сегодняшний день. Урожайность по кукурузе составляет порядка 40-80 сантиметров с гектара. И поэтому, я думаю, те горизонты, которые мы для себя запланировали, мы на них выйдем. Также, помимо зерновых, у нас продолжается уборка технических культур. Основная культура, конечно, это наш подсолнечник, сахарная свекла ведется, уборка. Подсолнечко уже мы тоже перевалили за 1 миллион тонн. И планируем выйти где-то порядка 1 650-1 700 000 тонн. Вот то, что мы рассчитываем. Поэтому можно отметить, что в целом для аграрной отласти региона год, несмотря на все эти сложности, явился благоприятным. Мы получили достойный результат. Мы видим, что складываются цены на сельхозпродукцию на уровне, позволяющем ввести расширение распроизводства. Мы видим, что наши аграры активно применяют современные технологии. Увеличились сильные площади с применением удобрений. То есть за последние два года у нас объем применения удобрений составлял более 110 тысяч тонн. Если сравнение, такого не было за 20 лет за последние. И такая динамика у нас постоянно продолжается. Наращиваем объемы применения удобрений, современных инновационных технологий, перспективных гибридов, сортов. И именно во многом благодаря этому нам удается получать такие результаты. А скажите, повлияла ли пандемия на работу аграриев? Знаете, пандемия, наверное, повлияла в целом на всю экономику страны. Но ни одно предприятие не прекратило свою работу. Безусловно, сказались, есть заболевшие сотрудники в бархомышленном комплексе. Но применяются все меры защиты и организованной термометрии, обеспеченные сотрудники средствами индивидуальной защиты. Действительно ведется профилактическая работа. Все те требования и инструкции, которые доводит Роспотребнадзор, мы доводим до наших сельхозпроизводителей. Но действительно, пандемия не могла не сказаться на отрасли, хотя остановки производства не произошло. Но по ряду направлений на рынках сельхозпродукции наблюдались определенные роды колебания. Поэтому тоже со счетов это снимать нельзя. Скажите, пожалуйста, на каком месте наша область по урожайности в этом году? И назовите районные лидеры. Вот знаете, на данный момент времени мы находимся на втором месте в Привозном федеральном округе по валовому сбору зерновых и зерновых бобовых культур. Но еще уборка в процессе. У нас еще порядка 100 тысяч гектар кукурузы. Поэтому мы сейчас конкурируем с республикой Татарстан. Боремся за абсолютное лидерство по этому направлению. Ну а подсолнечек мы уже на сегодняшний день абсолютные лидеры в Российской Федерации. И здесь уже нас никто не опередит. Следует отметить, что в этом году у нас особо отличились и наивысшие урожайности. Соответственно, валовый сбор у нас в Балашовском муниципальном районе и Екатеринский район уже превысили 300 тысяч тонн. И более 10 районов, которые превысили у нас 200 тысяч тонн на зерновых и зерновых бобовых культур. Поэтому тут хочется поблагодарить аграриев нашего региона за то, что несмотря на все сложности, как вы говорите, и пандемия, и которые накладывают определенную нагрузку, ответственность в определенные условия работы непростые. Несмотря на испытания природными всеми катаклизмами, агроклиматическими неблагоприятными явлениями, мы добиваемся результата. Поэтому хочется им сказать огромное слово благодарности за их труд, за их знания, за то, что они обеспечили регион продовольствием. Я могу сказать, что при внутренней потребности нашей области 1,6 миллиона тонн зерновых, и то она у нас на 30 тысяч тонн выросла по сравнению с прошлым годом. То есть внутреннее потребление растет за счет переработки, производства комбикормов. Это хорошая, положительная динамика у нас. По масло-семенам подсолнечника, если мы произведем 1,7 миллиона, то внутренние потребности, чтобы загрузить в наше производство мощности масло-жировой отрасли, 1,3 миллиона тонн. Поэтому мы полностью покрываем внутренние потребности. А то, что мы сверх поставляем за пределы нашего региона, и основной акцент все-таки мы делаем именно наращивание экспортно. И в этой связи мы уже на протяжении нескольких лет занимаемся развитием именно инфраструктуры экспортно-проводящей. Это строительство элеваторов, погрузочных точек железнодорожных. У нас в регионе на данный момент функционируют 52 элеватора. Общая емкость хранена 3,5 миллиона тонн. И учитывая то, что у нас агрария активно на сегодняшний день вкладывает, инвестирует средства в строительство складских помещений, зерночистительных, зерносушильных комплексов, на сегодняшний момент мы в регионе можем разместить более 7 миллионов тонн. То есть все, что мы произведем, мы все это можем хранить, подрабатывать, сушить и в необходимый момент времени уже поставлять на рынок. И как я отметил, экспорт является на данный момент ключевой. Эту задачу ставит губернатор области по наращиванию экспорта. Это у нас только в регионе на данный момент времени отгружено с территории региона более 1 миллиона 100 тысяч тонн зерновых. И где-то порядка 870 тысяч тонн как раз это в экспортном направлении. То есть мы работаем над этим. Строятся элеваторы. У нас вот три крупных инвестиционных проекта реализуются по строительству элеваторов. Это в Арктическом районе, компания Агрос, Перелюбский район, сельхозтехника, Пугачевский район, агрофирма Рубеж. Действительно это мощные, серьезные инвестиционные проекты, которые позволят нам раскрыть в полной мере экспортный потенциал нашего региона. Также порядка 7 проектов по строительству погрузочных точек, что будет позволять нам отгружать нашу продукцию. У нас 7 водных элеваторов в регионе. То есть использовать как транспортную артерию нашу реку Волги тоже является нашим конкурентным преимуществом. Поэтому в этом направлении мы работаем. А скажите, а с какими странами мы сотрудничаем, если говорить об экспорте? Крупнейшие экспортеры, те страны, куда мы поставляем наши сельхозпродукции, это Иран, Азербайджан, Турция, Латвия. То есть те основные направления, куда у нас на данный момент осуществляются поставки. Но мы на этом не останавливаемся. Это география поставок расширяется с каждым годом. Мы видим и сегодня в целом по Российской Федерации и Международные аналитические агентства признают, что Российская Федерация является на сегодняшний день мировым лидером по экспорту зерновых культур. И действительно мы осваиваем новый рынок избыта. И мы в средствах массовой информации видим то, что в каких-то позициях вытеснили Францию. Ну действительно, потому что мы работаем над улучшением качества зерна. Вот в частности в этом году из 2,5 тысяч тонн зерна, которые обследовали мы, порядка более половины является зерном продовольствием за 3-4 класс. То есть соответственно, благодаря технологиям, потому что мы стали применять больше минеральных удобрений, у нас растет качество той продукции, которую мы производим. Поэтому это наше будет конкурентное преимущество. И еще немаловажно, одно из направлений, которое мы тоже называем, это органическое земледелие, производство именно экологически чистой, безопасной продукции. У нас законом Российской Федерации также запрещено производство и выращивание продукции с ГМО организмами. Соответственно, это тоже существенное наше преимущество на мировом рынке. – Скажите, пожалуйста, вот в последние годы большое внимание уделяется развитию миллиардативной отрасли в регионах. И в Москве прошел Всероссийский водный конгресс. Вы приняли в нем участие. Вот расскажите, как у нас в регионе обстоят с этим дела? – Для Саратовской области вопрос развития миллиардатива является стратегическим. Поскольку, если вот так вот посмотреть, каждый практически второй год у нас в регионе засушили. Саратовская область находится в зоне рискованного земледелия. И восстановление миллиардатива – это залог не только развития промышленного комплекса, это важное все-таки направление для водообеспечения наших левобережных районов, юго-восточной зоны. И на данный момент у нас осуществляется осенняя закачка прудов для водообеспечения сельско-населенных пунктов. И если говорить о развитии миллиардации, вообще исторически у нас в регионе вместе с лиманом и расширением было где-то порядка около 500 тысяч гектаров. И губернаторам области была поставлена задача произвести инвентаризацию потенциально миллиарируемых земель, потенциально орошаемых земель. По итогам монетаризации мы видим, что это порядка 257 тысяч на первом этапе, который необходимо ввести. Из них по факту на данный момент времени поливается 115 тысяч гектаров. То есть более 140 тысяч – это тот потенциал и ту задачу, которую стоит губернатор, мы должны в кратчайшее время, в ближайшие годы реализовать. И действительно у нас есть серьезные достижения у региона. Я об этом говорил на вводном конгрессе, который проходил, и буквально на прошлой неделе в рамках «Золотой осени» тоже на интернет, на видеоконференции о необходимости возрождения данного направления для нашей Саратовской области. У нас есть серьезные подвижки в этом. Только за последние годы, с момента существования программы по развитию милиаративного комплекса в Саратовской области, которая функционально работает с 2012 года. То есть за вот эти 6 лет, и еще потом добывается одна программа в рамках национального проекта «Экспорт АПК». Там тоже у нас есть направление мер поддержки на развитие милиарации, то есть врачный экспортно-ориентированный культур. За эти годы мы ввели в милиарацию, построили и реконструировали старые сети растительные, порядка 53 тысяч гектаров. И только в этом году мы уже 5 тысяч сдали в июне месяце, и еще 8 тысяч до конца года должны ввести. То есть это действительно у нас регион является одним из лидеров в Российской Федерации по этому направлению. В общей сложности за эти годы было инвестировано более 5 миллиардов рублей и оказана государственная поддержка из бюджета всех уровней на данное направление порядка 2 миллиардов 400 тысяч рублей. То есть это серьезная поддержка, и именно это стало мощным стимулом. Я об этом говорил как раз именно на вводном конгрессе, что необходимо сохранить данные меры поддержки, по возможности увеличивать финансированные данные направления, поскольку действительно для нашей зоны рискованного земледелия это не только производство ориентирных продуктов, таких как сои, кукуруза, которые, кстати, благодаря то, что мы начали развивать миллиарацию, за последние годы у нас площади под этими культурами кратно выросли. Соответственно, это тоже обеспечение кормовой баз, гарантированное обеспечение кормами отрасли животноводства. Мы видим то, что в регионе реализуется ряд проектов именно в молочном скотоводстве, и ключевым здесь именно является гарантированное обеспечение кормов, что в этом году некоторые нас аграрии на себе ощутили. Действительно, проблема была, и особенно актуально она была в районах юго-восточной зоны, в Александрово-Гайском, на Узенском районе, где по распоряжению губернатора была оказана государственная поддержка Александрово-Гайскому району сельхозпроизводителям на приобретение кормов, чтобы сохранить поголовье. Действительно, ситуация непростая, поэтому нам необходимо возрождать мелиорацию, возрождать лиман на рашение. Я думаю, эти направления, мы в ближайшие годы будем делать на них акцент. И вообще планируется визит заместителя министра сельскохозяйственной Федерации Готаговой Ольги Анатольевны к нам в Саратовский регион. Хочет ознакомиться с теми результатами, которые мы достигли в нашей аграрии, осмотреть мелиоративный комплекс. Действительно, важно развивать не только внутрихозяйственные мелиоративные сети, а необходимо развивать именно государственную растительную систему. Только в этом году более 700 миллионов на это направление было выделено. И очень важно то, что оказана государственная поддержка будет на 2021-2023 год. Это реконструкция комсомольской растительной системы, которая нам позволит дополнительно ввести более 30 тысяч гектаров еще мелиоративных земель. И также мы планируем показать наш институт гидротехники и мелиорации, который располагается в Энгельсе. Действительно, мы разрабатываем свои отечественные мелиоративные машины. Действительно, развитие мелиорации дало толчок еще и отрасли сельхозмашиностроения. Только у нас в регионе разрабатываются, прошли испытания, и некоторые уже вышли в серийную производство, такие мелиоративные машины, как «Каскад», «Бамбук», «Волга-СМ». Это действительно мощный стимул не только для нашей аграрной отрасли, но и для сельхозмашиностроения. Это важно. Должна наша экономика работать, потому что в основном, конечно, в последние годы мы приобретали импортные растительные машины. Я думаю, те машины, которые сегодня построены, они конкурентны и по цене, и по своим техническим характеристикам. Я думаю, у них большое будущее, еще учитывая то, что с 2023 года государственная поддержка будет направляться только там, где применяются отечественные мелиоративные машины. Поэтому, еще раз повторюсь, для нашего региона это один из приоритетов. Мы будем поддерживать данное направление и вызывает большое удовлетворение, что у нас на будущий год уже подан заяву более чем на 5000 гектаров. Поэтому, я думаю, это даст действительно и возможность увеличить пассивные площади экспортно-ориентированных культур, о которых я говорил, сой, кукуруза, рапс. Поэтому обеспечит кормовую базу для наших институтных проектов отрасли животноводства. Ну и, безусловно, еще мелиорация современной интенсивности садоводства тоже немыслимо без орошения, без капельной. Это тоже относится к мелиорации овощеводства. Мы сегодня являемся лидерами в приоритете в федеральном округе по производству овощей, в частности, овощей открытого грунта. Это тоже стало во многом возможным благодаря строительству мелиоративных систем орошения на участках овощеводства открытого грунта. Поэтому это направление для нас важно. Мы будем его развивать. И, думаю, та динамик, которая есть, мы только будем сохранять. Давайте подведем небольшой итог. Скажите, довольны ли вы уборочной компанией этого года? Ну, знаете, как сказать, никогда не надо останавливаться перед достигнутым. Мы ставим перед собой более высокие амбициозные цели, задачи. Во многом, конечно, тоже влияют и погодные условия. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, именно за счет того, что сегодня наш агропромышленный комплекс вышел на качественно новый уровень, поскольку инновационный подход, научный подход к ведению бизнеса, применение современных технологий, применение удобрений, опять же, развитие мелиорации, которые уже засуха не так влияют. Именно вот эти подходы, кадровый потенциал, создание комфортных условий существования на селе, вот все это в комплексе позволит нам выходить на новые рубежи и выполнять те задачи, которые ставит нам губернатор области, которые ставит президент. Это по увеличению экспорта, по росту уровня доходности аграрной сферы, по росту уровня заработной платы, налоговых отчисленных аграрностей. На эти задачи мы будем и так поэтапно выходить. Спасибо большое, Роман Станиславович, за то, что пришли к нам в студию и так подробно отвечали на вопросы. Напомню, что с министром сельского хозяйства области мы говорили о завершении уборочной кампании в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова